Евровидение по-украински. Сегодня Старый Свет узнает, какой именно город Незалежный примет музыкальный конкурс через год. Только вот незадача. Министр культуры еще в мае сказал, денег из бюджета на мероприятие страна не даст. Из-за финансовых трудностей все время отказались принимать международный конкурс Нидерланды, Франция, Люксембург и Израиль. Но Украина пока держится. Итак, самая настоящая битва городов разворачивается на наших глазах. Заявки на проведение очередного Евровидения подали Киев, Львов, Днепропетровск, а на не просто Днепр, а еще Одесса и Харьков. А вот финалистов только три. На первый взгляд в лидеры однозначно должны были попасть Львов и Харьков. Здесь, в отличие от той же Одессы, в 12-м проходили игры чемпионата Европы по футболу. То есть города имеют опыт проведения крупных мероприятий, но именно они из борьбы почему-то выбыли. Вероятно, роль сыграл свою роль, сыграл тот факт, что, например, Львов готов инвестировать в проведение Евровидения в 12 раз меньше, чем его конкуренты. Ну так, чем же будут удивлять города-финалисты и готовы ли они вообще к мероприятию такого масштаба? Давайте разбираться. Итак, требования. Европейский обещательный союз просит. Первое. Город должен быть в состоянии вместить полторы тысячи журналистов, а еще тысячу делегатов около двух тысяч фанатов. Что же касается самой арены для Евровидения, концертный зал должен быть обязательно крытый вместительностью до 16 тысяч зрителей. К слову, министр культуры Украины Евгений Нищук, уже упомянутый, в июне заявил, такого концертного зала нет во всей стране. Олимпийские в Киеве, которые рассматривали в качестве возможной площадки, не имеют крыши, а это противоречит правилам конкурса. Если от этого абстрагироваться, чем же Киев лучше конкурентов? Вот вопрос. Естественно, не стоит забывать про стату столицы. Традиционные Евровидения проходят в главном городе страны, хоть это и не прописано в правилах. Здесь есть два современных аэропорта – Борисполь и Киев. Больше 250 отелей. Из всех финалистов Киев самый опытный в проведении таких мероприятий. В 2005-м, после победы Русланы, город уже принимал этот песенный конкурс, да и с Евро-2012 справился. А вот главный минус, конечно, отсутствие площадки по-прежнему. Дворец спорта, который принимал Евровидение в прошлый раз, не годится. Как раз в мае там пройдут матчи чемпионата мира по хоккею. На спорткомплекс Олимпийский подходит по всем параметрам, но достраивать для него крышу слишком обременительно и дорого. Да и криминогенная ситуация в столице не на руку организаторам, после того, как в самом центре города взорвали журналисты Шеремета. Имидж столицы явно сильно подпортился. Что касается Днепра. В первую очередь здесь есть готовая арена для проведения Евровидения. Это дворец спорта Метеор, вместительностью почти 10 тысяч человек. Его, конечно, нужно немного реконструировать, но после этого он будет полностью отвечать требованиям конкурса. Плюс ко всему город может софинансировать подготовку и выделить на развитие инфраструктуры 500 миллионов гривен. Ну, в рублях смело умножайте на два. Ну и, конечно же, набережная. Самая длинная в Европе. Здесь планируют разместить фан-зону, а вот аэропорт до европейского уровня явно не дотягивает. Власти планируют заручиться поддержкой Запорожской воздушной гавани. Она всего в 80 километрах, но и там состояние плачевное. Да и близость к зоне так называемой АТО всего лишь 225 километров может отпугнуть европейцев. Причем по понятным причинам, конечно. Идем дальше. Одесса. Один из самых красивых городов Украины. Туристический курортный на берегу моря. Вот такой вот девиз ему вполне подходит. Проблем с гостиницами нет. Их даже больше, чем в столице. И здесь хорошие аэропорты ЖД вокзал, надо сказать. И не уступают разве что киевским. Ну и, наконец, еще один бонус. За Одессу маму вступилась победитель Евровидения 2016 Джамала. А вот с площадкой опять-таки беда. Дворец спорта вмещает не более 5000 человек. Есть стадион, конечно, Черноморец, который может принять 35 тысяч зрителей. Но это тоже открытая площадка. Кроме того, в Одессе нет метро, а троллейбусный парк очень изношен. Да и опыта проведения таких мероприятий у города явно нет. Евровидение вообще удовольствие проблемное и дорогое. Какова же цена вопроса? Швеция, например, как мы видим, неплохо сэкономила. А вот самыми дорогими конкурсами Евровидения считаются шоу в Баку в 2012. В 2014-м 63,5 миллионов долларов. Копенгаген в 2014-м рассчитывался почти на 57 миллионов. Москва тоже почти не отступает и не уступает. В 2009-м на 42. И все это опять же в американской валюте. Сколько же потратила в прошлом году и Вена? Ну и далеко не все, конечно, окупили эти расходы. Например, московский финал Евровидения был на 100% убыточным. В этом признали сами организаторы. Украине в этом году по самым скромным подсчетам придется потратить 15 миллионов евро. И вся надежда на бюджет города победителей европейских организаторов и спонсоров. В 2005-м большую часть денег, а именно 17 миллионов долларов, выделили из бюджета. Незалежные, но, как мы уже сказали, на этот раз материальной помощи от страны не будет.